Русский акцент Нью-Йоркский метрополитен Бесспорно главная подземная достопримечательность города Одна из старейших систем метро на планете Самая крупная, многоуровневая и устроенная уникальна Суммарная длина путей больше 1300 километров В два раза больше, чем от Петербурга до Москвы 26 маршрутов и 468 станций Как подземных, так и над землей Около 5 миллионов пассажиров в день В среднем за неделю И более полутора миллиардов в год Не самая опрятная, как считают многие И запутанная для туристов Но удобная и охватывающая весь город А разнообразию станций Кажется, предела нет Единственное открытое для пассажиров 24 часа в сутки Функционирует с конца 19 века По Нью-Йоркской подземке Можно изучать историю мирового метрополитена От платформ с металлическими опорами Вековой давности До отделанных нержавеющей сталью коридоров Подземки Тайм-Сквер Из множества подземных станций Это на пересечении 14-й улицы И 8-й веню, пожалуй, самое оригинальное Настоящая арт-инсталляция на платформе Огромное количество туристов по выходным И несколько персональных интернет-страничек Глобальной сети Скульптуры вроде этой Главное украшение платформы Ими любуются и взрослые, и детвора Станция 14-я улица так оформлена не случайно Это знаменитый район Гринвич-Виллич Обитель творческой богемы, художников, скульпторов и актеров Ну и подземка Произведения искусств Сергей Кадынский о нью-йоркской подземке Ее истории знает как никто другой Это его хобби и увлечение После работы и по выходным Он водит экскурсии по станциям нью-йоркского метро И считает его бесспорно уникальным И в своем разнообразии, и в дизайне Пересечение 14-й улицы и 8-й овеню Это большой транспортный узел Маршруты поездов А, С, Е и Эль И она уникальна тем, что на ней размещены Более ста оригинальных фигур Известного бруклинского скульптора Тома Атернеса Это была идея транспортного комитета Нью-Йорка В рамках программы искусства для транспорта Согласно ей, 10% от финансирования ремонта Каждой станции должны идти на артоформление Независимыми художниками И то, что мы видим здесь, результат обновления станции в 2002 году Я хотел, что называется, сделать идею автора Достоянием широких масс Объяснить значение этих скульптур И то, почему они здесь Какая за этим стоит история Материал для своих работ художник выбрал не случайно Медь не ржавеет и остается в веках Даже потускнев оставляет благородный оттенок Фигуры от маленьких до больших Смысл мизансен от шуточных и игровых До политических и смысловых Заставляет задуматься и непременно улыбнуться Проект на 14-й улице называется «Жизнь под землей» Автор Том Атернес явно шутит Вот посмотрите, типичная сценка из жизни Нью-Йоркского метро Кто-то пытается проникнуть в метро без билета Пролезть под турникетом И видите, тут стоит полицейский, который ловит этого зайца А вот там сзади, похоже, подружка без билетника Есть и политические мотивы Медный осел – символ демократической партии А напротив него – республиканский слон Они по замыслу автора представляют две партии и два класса Тема капитализма в целом представлена довольно широко Мешки с деньгами, разбросанные монетки Бедняки и богачи Сатирические сценки на темы борьбы городских классов И просто забавные сюжеты А вот одна из самых узнаваемых его работ Здесь изображена городская легенда Нью-Йорка Аллигатор, вылезающий из заброшенной старой канализации Посмотрите на этот люк Он действительно выглядит, как настоящий нью-йоркский люк И видите, аллигатор с воротником На нем якобы костюм – еще один символ капитализма И он тащит вниз этого путешественника в виде мешка с деньгами Это одна из самых знаменитых работ скульптора здесь Нью-Йоркцы к станции уже привычные А туристы здесь чувствуют себя, словно попадают в Диснейленд Станция на 14-й улице – лишь одна из многочисленных граней Дизайн культуры самой крупной подземки на Земле Среди других нью-йоркских станций, отличающихся оригинальным оформлением Я бы выделил станцию Тайм-сквер Там под землей представлены удивительные работы Джеки Белл Лоренса Одного из величайших авроамериканских художников 20-го века Также есть работа Роя Лихтенштейна Ирчащего представителя поп-арта 60-х Метрополитен в Нью-Йорке отделан не мрамором, как в Москве А кафельной плиткой Не столь помпезной, без патриотичной символики И огромных барельефов Но удобный и функциональный С самого начала – это его главное отличие Создатели нью-йоркского метро не пытались удивить заморские державы Размерами станции глубоко под землей А просто создавали общественный транспорт, доступный горожанам Подземка Нью-Йорка уникальна не только тем, что работает круглые сутки Единственная в мире, расположенная по сути на островах И Манхэттен самый из них известный По дизайну самое разнообразное – это Нью-Йорк Созвали на Москву Там большинство станций еще в сталинском стиле Только последние 10 лет там модерн А в Нью-Йорке просто невероятное разнообразие стилей Разветвленность нью-йоркского метрополитена И тот факт, что поезда делятся на так называемые местные и экспресс С остановками через несколько станций Это наследие истории подземки В начале прошлого века пассажирскими перевозками Под землей занимались три совершенно разных частных компаний Позже транспортная система объединилась в одну И превратилась в самую большую в мире Заброшенные пути и станции места обитания бездомных И излюбленные маршруты нью-йоркских диггеров Их в качестве декораций к фильму давно использует и Голливуд Насаждая в триллерах подземку мутантами и инопланетянами Например, из фильма «Люди в черном» можно сделать вывод, что аналогично тому, как в Москве существовал секретный подземный туннель для Сталина В Нью-Йорке своя секретная подземная сеть туннелей есть у инопланетян и у агентства по контролю за ними Но, конечно, никаких секретных подземок в Нью-Йорке нет, есть только дополнительные служебные тоннели Станция «Корд-стрит» в Бруклине переделана под исторический музей Отстроенная в начале 20 века, она была открыта всего 10 лет, а потом заброшена на долгие годы Закрытых станций, подобно этой, на Манхэттене несколько, но официально доступ с камерой разрешен только лишь сюда Официально подземка Нью-Йорка начала функционировать в 1904 году Но история самой системы метрополитена берет начало с 1868 года Когда на Манхэттене была открыта надземная городская железнодорожная линия с канатной тягой на металлических эстакадах В 1871-м ее заменили на паровую, а спустя 20 лет на электрическую Со временем все линии на Манхэттене перевели под землю Появился Нью-Йоркский сабвей Марсия Элли, куратор транспортного музея Нью-Йорка, считает, что рождение подземки на Гудзоне чем-то напоминало времена освоения Дикого Запада В каком направлении двигаться, тогда еще мало кто понимал В 30-х годах 20-го века метро в городе принадлежало трем конкурирующим компаниям И возникала, конечно же, путаница Каждая компания пыталась переманить пассажиров к себе IND была первой IRT второй И третьей стала BMT И эту заброшенную станцию, Корр-стрит, построили как большую развязку для будущей линии номер 2 в Истсайде Которую так и не закончили А в 1976 году, во время празднования 200-летия США, после долгих лет забвения, о станции вспомнили Работники транспортного управления начали говорить о том, что система метро Нью-Йорка Это инженерное достижение и в каком-то смысле техническое чудо Давайте откроем старую станцию и превратим ее в музей Экспозицию сделали временной, но она прижилась и полюбилась горожанам Выставка год от года пополнялась новыми экспонатами Добавился архив и видеоматериалы Музей транспорта Нью-Йорка превратился в одно из любимейших мест обязательного посещения для туристов в Бруклине За несколько десятилетий удалось собрать обширную коллекцию старинных вагонов метро Макетов автобусов и трамваев, турникеты разных исторических периодов, оборудование, жетоны, указатели и многое другое Что имеет отношение к истории транспортной системы мировой столицы То, что в истории Нью-Йоркского метрополитена так много глав и разных случаев, делает ее запутанной, конечно, но вместе с тем захватывающе интересной То, что в подземном музее приковывает внимание сразу, это уникальное собрание вагонов всех периодов и эпох Их здесь 20, выстроились один за другим, всех цветов, всевозможные отделки и даже форм Геометрия 30-х и округлые линии 60-х Отделка из нержавеющей стали 80-х годов и деревянные вагоны начала прошлого века Первые вагоны Нью-Йоркской подземки напоминали настоящие поезда Неудивительно, тогда еще никто не знал, как и чем они должны отличаться Денег на их создание не жалели Еще бы, они должны были олицетворять новый городской шик Эти вагоны работали еще на паровой тяге, а не на электричестве Видите, они сделаны из дерева и, конечно, очень сильно отличаются от тех, что используются сегодня Они были роскошными и очень красивыми Вы обратили внимание, что еще не было дверей по сторонам И в каждом таком вагоне был собственный кондуктор Наблюдал за тем, как заходили и выходили люди Когда все были на своих местах, он ударял в колокол Пять вагонов, пять ударов в колокол И только когда мужа не слышал все пять, он начинал движение Совершенно другая эра в смысле правил работы транспорта Вместе с тем, как менялся мейнстрим-дизайн Менялся и стиль нью-йоркского метрополитена В среднем каждые 20 лет Порой различные стили мирно сосуществовали на маршрутных линиях Даже сегодня в Нью-Йоркском Сабвей можно встретить вагоны трех различных типов Многие из тех, кто вырос в Нью-Йорке, помнят вагоны метро, которые мы называли «красные птицы» После международной выставки в 60-х годах их перекрасили в красный цвет После того, как на них перестали ездить Эти вагоны, красные птицы, стали использовать И, я думаю, используют до сих пор для создания настоящих морских рифов Вы про такое когда-нибудь слышали? Под водой Их специально затапливали на дно океана В районы, где требовалось восстановить подводный риф Эти артефакты Нью-Йоркской истории доступны теперь благодаря транспортному музею в Бруклине всем Но есть у города и подземные легенды, которым доступ не разрешен По причинам безопасности, как утверждают власти Но охотники за приключениями устремляются и туда После рекламы знаменитая заброшенная станция Сити-Холл под мэрией Нью-Йорка Потайные ходы и секретные подземные клубы времен Сухого Закона А также грандиозные парки под землей Оставайтесь на нашем канале Вы смотрите Русский акцент Мы рассказываем вам о самом интересном и необычном из жизни Америки Нью-Йорка С точки зрения журналиста в RTVI Сегодня выпуски Подземные достопримечательности мировой столицы Заброшенные тоннели и потайные ходы Целый мир в недрах мегаполиса Акценты расставляем мы Но выводы вы делаете сами Интерес к нью-йоркскому подземелью и его истории в 20 веке подстегнул Голливуд Множество фильмов от фантастических до комедийных Андеграунд мегаполиса эксплуатировали с размахом Забытые заброшенные станции Как могло показаться под Нью-Йорком везде Как в фильме «Охотники за привидениями» Середины 80-х Здесь внизу какое-то помещение Это старая пневматическая дорога Я не могу поверить своим глазам Она сохранилась до сих пор Заброшенных и пустующих станций метро в Нью-Йорке Около десяти Но вдохновением для кинематографистов и диггеров Стала, пожалуй, самая известная из них Сити-холл В начале прошлого века Она считалась эталоном Самая роскошная и презентабельная станция Американского метро Арочный дизайн помещения Люстры и керамическая отделка Закрыта для пассажиров на 1945 году Пустует 70 лет Но до сих пор легенда Доступна для посещения Лишь один раз в году Для энтузиастов и стереографов Вход для прессы официально закрыт Станция Сити-холл Открылась 27 октября 1904 года И стала первой подземной станцией метро в Нью-Йорке Открытой для публики Там невероятный потолок Он украшен великолепными люстрами А через стеклянные окна поступает дневной свет из парка Оформление легендарное Эта станция без преувеличения была потрясающей И люстры, и витражные окна на потолке И отделка керамикой Это, конечно, восхищало людей Она была задумана, чтобы производить впечатление И соответствовать имиджу Нью-Йорка Как великого города Сейчас она, к сожалению, закрыта И единственная возможность попасть сюда Это пойти на специальный ежегодный тур Который проводит музей транспорта Сити-холл Единственная станция метросистемы Нью-Йорка Расположена полукругом Как видно на схеме, она была спланирована с тем Чтобы поезд мог развернуться в Нижнем Манхэттене Об этом знают даже не все нью-йоркцы Но возможность увидеть заброшенную станцию все-таки есть Мы откроем вам небольшой секрет Оказавшись на конечной станции Линии Нью-Йоркского метро номер 6 У Бруклинского моста Не спешите покидать поезд Когда машинист объявит конечную станцию Оставайтесь в поезде Он пойдет по кругу За окном темно и довольно тусклый свет Но все-таки, если прислониться лицом к стеклу То можно заметить, как за окном мелькает Знаменитая станция Сити-холл Чтобы проводить на станции тур раз в году Нам приходится, ну, я, конечно, шучу Хотя в каком-то смысле это правда Угонять поезд шестой линии метро Мы просим водителей этого поезда сделать исключение для нас И во время разворота остановиться на станции Сити-холл Вообще-то там запрещено делать остановку и выходить Но для нас вагон останавливают Мы выходим, включается свет Мы устанавливаем специальные мостки, чтобы люди смогли сойти на платформу И остаемся там Любоваться красотой Само местоположение станции Сити-холл И ее дизайн во многом предопределили ее судьбу К 1946 году в Нью-Йорке увеличился размер составов В поездах стало не 4 вагона, как раньше, а 8 Изогнутая станция стала непрактичной для современных длинных поездов Сегодня, путешествуя в Нью-Йоркском метро На некоторых старых станциях можно увидеть, где она заканчивалась раньше И где потом была достроена новая часть Ведь старая часть оформлена совсем по-другому Она красива, с разными деталями И на контрасте с ней легко отличить новую часть платформы, продленную Чтобы можно было принимать больше вагонов Она выглядит, конечно, гораздо проще В 90-х годах была идея превратить станцию Сити-холл в музей Наподобие того, что существовал в Бруклине Но мэр Руди Джулиани боялся террористов Ведь станция находится прямо под зданием городской мэрии Где заседает городской совет Но если знаменитую станцию Сити-холл Хоть мельком, но можно увидеть из окна поезда Двигающегося на конечной станции по Кольцевой То большинство остальных закрытых станций города И вовсе недоступны Впрочем, это далеко не единственный секрет Подземной жизни большого города У Нью-Йорка еще много приметных достопримечательностей под землей О тайных подземных коридорах мафии В Чайна-тауне складывают целые легенды Они якобы сохранились с конца 19 века По сей день их просто не могут найти Их могли использовать и бутлегеры во времена Сухого закона Эта эпоха в целом в истории города оставила особый след В 20-х годах прошлого века весь Манхэттен был буквально изрыт В городе повсюду возникали так называемые спикизи Скрытые от полиции рестораны и клубы Где продавался контрабандный алкоголь 21 Club – часть истории Нью-Йорка Знаменитый ресторан времен Сухого закона Выглядит красиво снаружи и внутри Но то, что находится под ним По-настоящему поражает воображение 20-е годы прошлого века в Америке запомнились Небывалым экономическим бумом Разгулом мафии, конечно, запретом на алкоголь Рестораны и бары с потайными комнатами на Манхэттене Появлялись как грибы после дождя Их здесь насчитывалось несколько тысяч 21 Club – один из немногих в Нью-Йорке Который не только уцелел, но как реликвию Сохраняет потайной подвал с секретной дверью И винным погребом Менеджер ресторана Брайан Магуайр Об этой вехе в истории заведения Рассказывает с нескрываемой гордостью Здесь все годы любил бывать сам мэр Нью-Йорка Джимми Уокер Который, прямо скажем, был гуляком Он дружил с хозяевами заведения Его всегда пускали в подвал Где находился бар и винный погреб Он мог здесь спокойно расслабиться С компанией вдали от взоров публики Он был уверен, что тут его не обнаружат Полицейские или федералы И по сей день внизу есть тот самый стол За которым любил с друзьями выпивать мэр И мы назвали стол в его честь Если хотите, мы можем взглянуть сейчас на него Вы нам его покажете? Да, конечно, пошли Мэр Нью-Йорка и другие гости заведения Себя столь уверенно здесь чувствовали не случайно Система предупреждения в случае полицейской облавы Была отлажена четко А сам секретный подземный бар Было почти невозможно найти Допустим, вы сидите в ресторане И хотите специальный тур В винный погреб и бар Вы подзываете официанта И даете понять, что хотели бы выпить Он ведет вас прямо через кухню К вот этой лестнице в подвал Нужно сперва спуститься под ней Да, прямо здесь Чтобы попасть в винный погреб Мы сейчас на уровне улицы И нужно спуститься в самый низ Там, где подвал Осторожно, пригните голову Здесь низкие потолки Смотрите под ноги Мы приближаемся к погребу Он будет по левую сторону от нас в коридоре И мы сделаем остановку здесь То самое место? Даже присмотревшись к этой кирпичной стене Ничего не заметишь сразу С виду обычная коридорная арка в подвале Укрепленное основание стены На самом деле замаскированная достройка Сложно догадаться, если не знать Видите стену за мной? Здесь тогда не было этого затвора Ничего подобного Была просто стена с тысячами дырок и отверстий А когда федералы приходили сюда с обыском Когда они искали потайные комнаты Откуда им было знать, что нужно взять Вот такой металлический пруд Длиной около 30 сантиметров Он висел здесь же, на стене, среди прочего Надо было знать нужное отверстие Среди тысяч других на стене Которое разделяло здание 21 и здание 19 И просунуть вот сюда этот пруд Срабатывает механизм И открывается замок Дверь очень тяжелая Надо сильно толкать Мы попадаем внутрь Ну это просто потрясающе Облавы на рестораны и бары Спик-изи времен сухого закона Многим хорошо знакомы По гангстерским боевикам и комедиям Вроде в джазе только девушки Полиция врывается в ресторан И арестовывает участников пьяной вечеринки 21 Клаб Любители спиртного от облав В прямом смысле защищали стены Да еще какие Невероятно тяжело Эта дверь весит 2,5 тонны Верится с трудом Но именно здесь 80 лет назад Ночная жизнь на Манхэтте Не буквально била ключом Джентльмены наслаждались бурбоном Ну а дамы попивали французское вино Подземный бар с тех пор обновили Отделав деревом И устроив погреб С редкой коллекцией дорогого вина И настоящего виски Времен сухого закона Стоимость бутылок От нескольких сотен долларов До нескольких тысяч На общую сумму полтора миллиона За массивной дверью Словно алкогольный сейф Переделали эту комнату в 97-м Единственное, что осталось без изменений Это кабенка со столом мэра Джимми Уокера Мэр Джимми Уокер Однажды оказался здесь в тот самый момент Когда наверху бушевала облава Он переждал спокойно внизу Согласно одной из историй Даже возмущенно звонил в полицию Чтобы отогнали от ресторана федеральных агентов Теперь на столе его имени Экспонаты времен запрета на алкоголь Большинство бутылок Это типичные алкогольные напитки Времен сухого закона А также довольно редкие экземпляры Здесь есть спиртные выдержки 50-60 лет А есть и такие, которым только 30 У нью-йоркского подземелья Бесспорно богатая и интересная история Но и его будущее может заинтриговать не меньше Грандиозный проект «Лоу-Лайн», О котором пишет сегодня нью-йоркская пресса Смелая идея Развернуть настоящий парк под землей Завоевала умы открытых к новациям нью-йоркцев Американский принцип «Why not?» Почему бы и нет? Сработал и здесь Место выбрано Заброшенное метродепо Уильямбургского моста Поддержать идею капиталом Решились уже более 100 инвесторов Где-то в 1948 году Они забросили это депо здесь под землей И место с тех пор пустует Проектировщик Джеймс Реймси Один из авторов проекта Он говорит, что идея по сути проста Используя современные солнечные батареи Провести свет под землю И с помощью панелей, закрепленных на потолке Обеспечивать деревьям и траве фотосинтез Сюда, в заброшенное депо под улицей Манхэттена С помощью современных технологий Мы можем провести естественный солнечный свет И на самом деле вырастить настоящий зеленый парк Мы уже создали предварительный дизайн Уже, в принципе, разработали техническую сторону вопроса В настоящий момент мы собираем на проект деньги И работаем с адвокатами, чтобы получить юридические права Строить здесь парк Сооружение будет напоминать солнечный купол Ультрафиолетовые лучи в нем будут блокироваться Но света будет достаточно для того Чтобы на Манхэттене и под землей росли деревья А что было вдохновением в работе над дизайном? Я не знаю Образ возник у меня во сне Это похоже на что-то из научной фантастики С другой планеты Новаторская идея Прежде подобного никто не делал Название Лоу Лайн Нижняя линия по аналогии с другим Уже существующим парком Хай Лайн Он раскинулся над городом На заброшенной железнодорожной ветке Проходящей над землей Теперь, по прогнозам, лет через пять Уникальный подземный парк Станет еще одним украшением Мировой столицы Нью-Йорк за год посещает более 50 миллионов туристов со всей планеты Многие с удивлением узнают, что достопримечательности мировой столицы не ограничиваются Статуи Свободы, Empire State Building и Times Square Путешествия по Нью-Йорку и его истории куда разнообразней и интересней, чем может показаться на первый взгляд Акценты расставляем мы, но выводы вы делаете сами Смотрите «Русский акцент» ровно через неделю на канале RTVI Редактор субтитров А.Семкин